Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиев принял делегацию Всемирного банка во главе с вице-президентом Анной Бьердой, пребывающей в нашей стране с рабочим визитом. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего расширения отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и группой Всемирного банка, повышение уровня практического взаимодействия в целях обеспечения устойчивого развития в нашей стране и в регионе в целом. В начале встречи глава нашего государства искренне поздравил Анну Бьерде с назначением на пост вице-президента Всемирного банка по странам Европы и Центральной Азии и пожелал ей больших успехов. С глубоким удовлетворением отмечен нынешний высочайший уровень двустороннего сотрудничества, который в последние годы выведен совместными усилиями на качественно новый этап. Подчеркнуто, что при всемирной поддержке банка в нашей стране продолжается реализация программы рыночных преобразований и социальных реформ. Осуществляется дорожная карта с комплексом конкретных мероприятий по продвижению проектов с участием структур группы Всемирного банка. Внедрена система страновой платформы. Общий портфель проектов достигает 7 миллиардов долларов. Текущая программа включает 23 реализуемых проекта на сумму 4,1 миллиарда долларов с охватом таких приоритетных сфер, как образование, здравоохранение, энергетика, водоснабжение, сельское хозяйство, транспорт и многие другие направления. Всемирный банк одним из первых оказал помощь в целях преодоления последствий пандемии. Только в прошлом году одобрены новые проекты на 1 миллиард 600 миллионов долларов. Кроме того, эксперты банка оказывают консультативно-техническое содействие, участвуют в реализации трансформации государственных предприятий, модернизации транспортного сектора и сельского хозяйства, реформы всех звеньев электроэнергетики. Заметный прогресс достигнут в области внедрения возобновляемых источников энергии. В ходе настоящего визита подписаны соглашения по реализации проектов улучшения системы водоснабжения и поддержки национальной инновационной политики на сумму порядка 300 миллионов долларов. На встрече достигнута договоренность о тщательной подготовке и принятии новой пятилетней программы партнерства Узбекистана со Всемирным банком. Как было подчеркнуто вице-президентом Анной Бьерде, банк высоко оценивает и намерен продолжать оказывать необходимую поддержку в проведении экономических и социальных реформ в стране. Узбекистан, звучало, за короткий исторический период провел очень большую работу. Реформы извинили страну фундаментально как изнутри, так и внешне. Благодаря этому сегодня ваша страна привлекательна для иностранных инвесторов. Это отметила руководитель ведущего Международного финансового института. Была полностью поддержана предложенная президентом Узбекистана новая повестка дня дальнейшего расширения многопланового сотрудничества со Всемирным банком. В частности, в нее вошли следующие конкретные направления партнерства. Поддержка реформ, направленных на сокращение бедности в стране, прежде всего за счет развития предпринимательства в сельской местности, продвижения деловых инициатив женщин и молодежи, повышение эффективности преобразования в области высшего образования и здравоохранения с целью достижения ощутимых результатов и кардинального улучшения качества оказываемых услуг. Осуществление программы ускоренной индустриализации регионов республики и продолжение проекта по развитию средних городов. Переход на инновационные модели развития, внедрение зеленой экономики, продолжение реформ в области земельных отношений, борьба с коррупцией и повышение потенциала государственных институтов развития, совместное продвижение крупных региональных инфраструктурных проектов. По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении постоянных контактов и плодотворных обменов для поддержания высокой динамики взаимодействия, ускорения подготовки и реализации приоритетных программ и проектов стратегического партнерства между Узбекистаном и Всемирным банком.